всем привет дорогие друзья и с вами александр из алим здравствуйте и давненько мы вам не показывали видео сравнения скажем так и сейчас много народу стало просить сравнить именно две вот эти модельки внутри бренда у бритакса есть очень похожие две позиции сегодня я буду говорить о колясочке страйдер м а ты а я вам расскажу про смайл 3 это как вы видите коляски действительно очень похожи и у каждой есть свои плюсы и свои минусы по соотношению друг другу и тут действительно стоит их сравнить чтобы вам легче было понять какую из них для себя выбрать потому что они для кого-то в одних условиях больше подойдут для кого-то в других менее подойдут в общем начнем мы изучать их с люлик и в комплектации два в одном будем рассматривать предварительно я расскажу технические характеристики а потом залим у смайла смотрите бритак сервер это немцы напомню вдруг кто не знает и что классно производитель дает гарантию два года на своей коляске это тоже очень круто и страйдер м его такая на этих хорошая черта это вес 10 и 4 килограмма у нее что с люлькой что с прогулочным блоком для 45 лет приблизительно можно использовать колясочку и максимальный вес ребенка на выдерживает 22 килограмма и еще момент здесь колесная база ширина 60 сантиметров теперь ты расскажи характеристики технические смайл 3 весит с люлькой 12 половиной килограмм а с прогулочным блоком 13 и 6 ширина колесной базы здесь будет поуже 57 сантиметров рассчитана также до 22 килограмм это условно до 4 5 лет отмечу что размер люльки 1 люлька стоит здесь это 72 на 33 сантиметра внутренние габариты что касается люльки здесь как заявляет производитель 74 на 31 но вот на самом деле они плюс-минус одинаково вот на этот момент я бы наверно вообще не обращал внимание вот давайте о люльках соответственно сразу будем разговаривать начнем с тканей ткань здесь вообще у бриток со всегда хорошие ткани начнем с этого там никогда к не вопросов нет здесь ткань соответственно тоже тактильно приятная они гипоаллергенные непродуваемые с этим все в порядке и как по мне она немножечко так вот тонковато а вот здесь вот что с ткани усмайл 2 ткани действительно немножко поплотнее используются очень приятные тактильно с определенная влагостойкой пропиточкой абсолютно не продуваются да сказал да вот по тканям сразу акцентируем на это внимание потому что ткани действительно они вот вроде бы как похоже но вот я вот сейчас держу обе и понимаю что здесь чуть чуть тоньше это не значит что она там продувает не что-то не так нет она просто вот такое отличие соответственно что касается козырьков давайте посмотрим козырьки большие да у страйдера есть вот такая вот секция с москиточкой держится это все на липучках усмайл 2 сеточка спрятана под молнии в самой крайней секции для того чтобы достать вам и раз к расстегиваем и соответственно поднимаем наверх отмечу что можно вот в таком режиме удерживать так как на магнитике фиксируется ответственно ответственная часть козырька так вот уже сравнивая понимаем в чем разница что касается передней части козырек есть дополнительный и здесь тоже с моим похожую систему так регулировка с этого козырька как осуществляется на страйдере к две кнопочки у нас по бокам и соответственно нажимаем он падает в смайл 3 кнопочки находится внутренней части основания козырька и также до конца убирается так что касается накидки на ножки ребенка здесь получается страйдере используется крепление кнопочки и козырек вот это дополнительный он имеет такое соответственно продолжение снизу и дополнительно он никак не фиксируется кроме как снизу кнопочкой в смайл 3 данная накидочка держится снизу на магнитика что очень быстро позволяет нам фиксировать его а сверху вот эта ответственная часть фиксируется на кнопочках с двух сторон что тоже несложно фиксировать и за счет чего неплохо закрываем ребенка от непогоды давай посмотрим с собой на матрасики насколько они похожи вот получается плюс-минус одинаковые по толщине я думаю что здесь соответственно плюс-минус одно и то же да очень схожи матрасики собственно по люлькам все что мы хотели вам показать мы так зале кино деревянное дно а здесь подожди действительно дно да и здесь тоже деревянное дно да так сейчас мы поставим прогулочные блоки и посмотрим на них и сразу же покажем в чем отличие в съеме здесь у меня по бокам кнопочки которые нужно нажать и держать и потом поднимаем и на основании четыре ножки чтобы опускать на землю смайл 3 чтобы снять люльку у нас есть две кнопочки которые надо отжать и они отжимаются они по очереди так как они имеют эффект памяти и у нас есть возможность снять люльку одной рукой когда снимаем у нас также остается 34 ножки чтобы можно было ставить на пол и не пачкать люльку немножечко удобнее когда с памятью но принципе из такой системы можно жить так ставим прогулки естественно прогулочные блоки они оба реверсивные и по ходу и против хода можно ставить мы сейчас по ходу поставим и соответственно разберем что они из себя представляют так давайте я расскажу по козырькам здесь смотрите плюс минус как по мне они оба большие там есть сеточка сверху сеточка не в дополнительной секции который на молнии закрывается а в секции который посередине открывается на магнитике держится а здесь сзади вот эта секция и тут используются липучки они магнитики вот разница в козырьках давайте взглянем с вами на сам прогулочный блок на его размер положения они здесь как по мне практически похоже здесь у страйдера есть мягкие накладки на плечевой зоне на паховой зоне нет и нет перемычки для ножек а там в смайл есть тоже накладочки на ключевую зону ремня пятиточечные ремни нету накладки на паховой зоне ремешка но при этом есть перемычка которая снимается на липучке очень полезная для некоторых вещь что касается бамперов откидывается как калиточка да и в смайл точно такая же система так теперь посмотрим на подножку страйдере подножечка вот здесь тоже с мягким таким матрасиком вообще она в целом сиденье мягкая думаю для дальних долгих прогулок нормально и вот здесь где ножки страйдере что мне лично не очень нравится используется там где стоят ботинки ткань тоже что и в коляске в смайл в районе обуви используются пластиковые накладки что соответственно очень легко чистить и сама подножка регулируется по высоте по на по углу во многих положениях так вот вам разница теперь давай мы с вами с тобой опустим ее в ближайшее положение и посмотрим сколько там градусов в смайле и в страйдере страйдере 120 сидит 170 лежит в смайл 170 лежачее положение но вертикально будет более вертикальным здесь получается 110 градусов да такая капитанская посадка даже 100 извиняюсь 100 градусов это важно вот и когда мы закрываем здесь в принципе видите вот эта вся часть ребенок глубоко находится внутри и он хорошо закрыт в комплекте страйдером нету накидки на ножки смайли смайли к сожалению тоже нет в комплекте но можно купить отдельно в цвет коляски накидку на ножки и тогда ребенок будет закрыт практически полностью и любая непогода ему не страшно так а сзади у нас откидывается по-моему не откидывается ничего да здесь сзади нельзя вот откинуть и проветривать да в смайле в смайле тоже в самом блоке нету секции для проветривания секция то есть только с козырька как и в страйдере да да так теперь давай посмотрим на ручки ручки как и бампер выполнены из эко-кожи как кожа достаточно приятная мягкая ручка толстая и регулировки по высоте здесь очень обширные и под любой рост даже очень низкие родители и очень высокие найдут для себя удобное положение страйдере в смайл 3 кожные ручки тоже из приятного к кожи очень приятный хват и регулируются в большом диапазоне по наклону по высоте так и теперь давайте с вами перейдем к изучению шасси так рамы все здесь сделано по уму все металлическое все крепления металлические вообще бритоксу по надежности вот в обзоре отдельно на страйдере я вам говорил что активно тоже был пользователем этим этого бренда никаких претензий и смайла очень хорошая история в этом отношении в общем с качеством 10 вопросов нет сборка хорошая из таких моментов на чтобы я обратил внимание страйдере есть такая вот ступенька об смайле смайле такой ступеньки нету но я вижу там есть светоотражатели до светоотражающие элементы по периметру всей коляски вокруг бампера вокруг багажника извините и соответственно спереди такая полосочка тоже вечером это не бесполезная опция поэтому хорошо что она есть что касается колес колеса страйдере они полиуретановые и спереди и сзади естественно у двух колесок есть возможность блокировки передних колес само собой давай покажем амортизацию ее ход и пос покажи нас да в смайл 3 я в отметил сразу тоже что колеса здесь резиновые они надувные подкачиваются и система амортизации на конструкции шасси тоже встроена хорошая система амортизации и и в смайл 3 тоже смайл 3 за счет надувных колес он помягче как по мне вот до колеса способствует мягкости да по грунтовочке будет поприятнее ехать и что касается багажника я хочу прям вот этот момент вам показать то что лично моей практике багажник большой это очень важный момент был всегда и страйдере он просто огромный багажник и под любые задачи его хватит он с большим доступом он здоровенный глубокие основание здесь у нас пластиковая пластинка находится чтобы сильно не прогибался очень все хорошо в смайл 3 тоже большой багажник но и с жестким дном светоотражающие элементы уже говорил хороший доступ багажнику глубокий багажник но по объему все таки в страйдере чуть чуть побольше багажник объем побольше будет давай сравним тормоза с тобой у нас тут кнопочка нажали встал и сверху же опять нажимаем поехали до смайл 3 система отжатие похоже также нажимаем ставим индикатор показывает что вставили на поставили на тормоз еще одним нажатием снимаем с тормоза да там зеленый по цвету индикация то что все нормально едем если красный видим то он стоит на тормозе все понятно так и еще я вижу у тебя на колесах там брызговики до брызговики дополняют дизайн данной коляски они на задних колесах устанавливаются как на велосипеде прям на главном так давай теперь с тобой сложим эти коляски и покажем как какой уровень мобильности скажем так родители получат так чуть-чуть чтобы сложить коляску лучше складывать естественно с блоком по ходу движения так получится компактнее что нам нужно чтобы сложить нажимаем две кнопочки опускаем потом подгибаем подножку и кладем смайл 3 тоже складывается вместе с прогулочным блоком если блок стоит лицом от нас для для этого также отжимается два рычажочка по бокам и опускаем ручку подножку подножку да нужно опустить можно при желании поставить для того чтобы ставить у них есть здесь на ручках пластиковые резиновые на гладке до чтобы они не корябались ничего ну чтобы хват не пачкался да да вот собственно как по мне плюс-минус они одинаковые что это много места займет что это конечно багажнике но учитывая их полноразмерность и всесезонность мне кажется это хороший результат да мне вообще вопросов нет так давай разложим подножечку прежде чем раскладывать чуть-чуть и выпрямите потому что что здесь что здесь она не дает разложиться и нормально собственно по большому счету сейчас мы скажем свое мнение для чего одна и другая подходит чувствует я скажу что думаю про страйдер мне кажется это колясочка идеальный такой городской вариант когда она больше в городе эксплуатируется нежели чем в пригороде потому что легкая городе не сильно нужны большие надувные колеса хотя это приятная опция тише мягче едет но кому нужен легкий вес иногда бывает лифта нет в доме там нужно третий этаж подняться еще что-то вот для таких целей страйдер м чуть-чуть получше подходит как по мне и такой хорошо сбалансированный вариант цена качество вес и функционал а что думаешь по смайла смайл 2 на мой взгляд это река ли извиняюсь смайл 3 на мой взгляд это коляска которая рассчитана на более серьезные внедорожные на более серьезные дорожные условия она будет более всесезонным вариантом за счет резиновых колес за счет как того что колеса побольше более плотные материалы способствуют тому чтобы тепло внутри лучше удерживалась соответственно коляска такой немножко более больше рассчитаны на то чтобы эксплуатировать в более суровых условиях да согласен под каждым словом подписывались вот собственно мы хотели вам рассказать чем же они все-таки отличаются и какая подойдет вам естественно вам сейчас мы донесли все что хотели вам делать выбор самим на эти обе коляски будет ссылка внизу в описании можете пройти что-то из них выбрать first баги даже если вы утром закажите вам после обеда ее привезут вот есть хороший такой сервис вот собственно мы хотим пожелать вам сделать хороший грамотно выбор колясочки потому что он сложный все-таки и удачи на дорогах всего доброго